Три причины не покупать алюминиевую косильную головку с торцевой фиксацией лески. Первая причина не покупать данную катушку крайне проста. Отсутствие практичности. Для того, чтобы ее использовать, с собой нужно носить моток лески, бокорезы, а также специальный шестигранник, который закручивает вот этот самый торцевой фиксатор у этой катушки. Ну, конечно же, можно леску с бокорезами с собой не носить, а заготовить определенной длины кусочки лески заблаговременно. Однако же это не отменяет того факта, что с собой эти кусочки нужно будет носить ровно, как и этот самый шестигранник. Стоит отдать должное, данная катушка достаточно быстро заряжается. Отвинчивается фиксатор немного, вставляется леска, ну и, собственно говоря, обратно фиксатор зажимается. Плюс данная катушка разборная, а поэтому для того, чтобы ее зарядить леской, вы верхнюю часть скручиваете, нижняя остается на редукторе. Удобно, то есть мы ее рассоединили пополам, целиком снимать не нужно. Нужно брать еще дополнительный ключ и с редуктора бензокосы вот эту вот нижнюю часть снимать. Это немножечко ускоряет процесс заправки, но тем не менее, все равно. Факт остается фактом. С собой нужно носить дополнительные приблуды всякие, и это как бы не в кайф. Тем более, что еще и для того, чтобы ее заправить леской, придется глушить бензокосу и снимать ее с себя, и вот этот весь процесс, выше мною озвученный, делать. Если мы возьмем, например, полуавтоматическую катушку, как только у вас леска оборвалась на ней, вы во время работы просто подгазовываете, ударяете кнопкой о землю, новая порция лески выскочила, и вы косите дальше. Здесь, если леска оборвалась, глушите бензокосу, снимаете ее с себя, затем откручиваете нижнюю часть катушки, откручиваете при помощи шестигранника вот этот вот винт, вынимаете обробанные куски лески, вставляете новые куски лески, ранее отрезанные бокорезами, затягиваете, скручиваете катушку, накидываете на себя бензокосу, ну, предварительно заведя ее, и продолжаете дальше работать. То есть, как вы можете видеть, сравнивая два этих разных способа, небо и земля. Вторая причина не покупать данную катушку заключается в ограничении по используемой леске. Грубо говоря, леска диаметром меньше 3 мм не совсем подходит под данную катушку. Ну, грубо говоря, где-то еще 2,8-2,6 мм можно использовать. Дальше, вот, все, что по снисходящей, это уже леска, которая с большой долей вероятности будет с этой катушки вылетать. Причина тому, фиксатор, который не до конца доходит, и вот в этой самой щели леска держаться не будет, а поэтому придется отрезать еще один кусок и ставить их крест-накрест. Тогда, в принципе, есть еще шанс, что что-то будет держаться. Я использовал данную катушку следующим образом, отрезал 4 куска лески и ставил их крест-накрест. Получалось на выходе 8 кусочков лески, ну, как на полке. При всем при этом я использовал леску диаметром 3 мм, в сечении чаще всего квадрат, причем армированный, либо круг, но с тросиком внутри. Только при таких условиях можно было себе гарантировать, что леска не выскочит из катушки и надежно будет держаться в этом фиксаторе. Ну и третье. По существу, самая главная причина не покупать данную катушку заключается в естественном ограничении срока эксплуатации из-за слизывания корпуса катушки на ее торцевой части. Ей можно простить многое. И то, что приходится носить с собой куски лески с шестигранником. И то, что эта самая леска должна быть в диаметре 3 мм, а то и более, так еще и при всем при этом желательно, чтобы она была усилена внутри, каким-нибудь там тросиком или чем-нибудь подобным. Но вот эта вот третья причина, она по сути дела ставит крест на дальнейшем желании покупать эту катушку в будущем. Лично у меня она отслужила 100 дней. А причина данной проблемы крайне проста. Это расположение и направление резьбы фиксирующего болта. Находясь на торце катушки, данный болт всегда подвергается трению. И, следовательно, изнашивается. И хоть разработчики позаботились о том, чтобы данный болт был потайным, но и, следовательно, в корпусе сделали специальную фаску. Он в конечном счете все равно становится явным, потому что корпус стирается, и данный болт начинает торчать из-за корпуса, даже когда мы затягиваем его по самое не хочу. А из-за направления резьбы, у нас здесь она стандартная, правая, во время работы данный фиксатор откручивается. Особенно, если вы выкашиваете что-то на твердой поверхности. Буквально 15-20 секунд работы данный болт откручивается, ну и, следовательно, вся леска вылетает. Дальше пользоваться данной катушкой не представляется возможным. В дальнейшем конструкторы данных катушек перенесли фиксатор с торцевой части катушки на ее боковую часть. И это, естественно, разумное решение в сложившейся ситуации. Пока что катушкой такого типа я еще не косил, но когда данный пробел заполню, свой отзыв о ней, естественно, запишу и с вами поделюсь. А что касается алюминиевой катушки с торцевым фиксатором лески, то здесь все ясно и понятно. Неудачное изделие.